Ладно, давайте бэткомедиан смотрим «Нападение на Рио Браво». Я пиздец, я специально не смотрел фильм Невского, хотя очень хотел. Я так ждал этот обзор, что пиздец. Ну давайте посмотрим. Мы первый раз смотрим некринжовый обзор, но может быть я сам буду доебываться, посмотрим. Бодибилдер сказал, что я вернусь. Соси, я вернусь. Новый фильм Невского получает высокие оценки. 9,4 рейтинг кинопоиска. Высочайшие оценки зрителей. 91% из 100. Высоко оценили на Западе и в России. Первое место в списке лучших фильмов. Серьезно, бля, нихуя? Че, серьезно? Или опять пиздец? Понятно. Ой, бля, вспомнишь «Солнышко, вот и лучик». Фифу можно катать? Конечно. Не, если античит там какой-то жесткий, нельзя, а так можно. В раз нельзя, к сожалению, допустим. Жанр вестернов появился вместе с самим кинематографом. Это рофло оценки? Не успел подъехать на станцию Ла Сьют, как тут же напали индейцы, а затем и бандиты. Отчего первые зрители были в шоке. Какой там аватар? Я смотрел, кстати, большое ограбление поезда. Реально. Это один, по-моему, из первых вестернов вообще в мире. Звезда жанра вестерн зажглась и долго была на небосводе. Одно из последних и самых ярких вспышек классического вестерна. А это максимум по громкости. Рио Браво. С настоящей иконой жанра Джоном Уэйном. Я не умею плавать. Бля, что? Я как-то поплыл. Поплыл. Сейчас Рио Браво смотрится наивно и не столь интересно, но на момент выхода... Так и не установил Гугл, да? Тогда себя потише? Давайте, давайте. Себя убрать вообще хорошо. Вот я вот так вот, смотрите, вот так вот сделал себя потише. На фоне ее последствия мы видим через других великих режиссеров по сей день. Хауард Хокс из Рио Браво. Рио Браво. Я люблю этот вестерн. Я люблю это. Это лучший фильм, который я ever made. Я, кстати, смотрел как-то интервью Квентина Тарантино, и он там, короче, рассказывал про то, как он... У него, короче, он же киноман, ну, жесткий просто, и у него есть свой кинотеатр дома, и он говорит, я часто тебя приглашаю, знакомых режиссеров, корешей, типа, и мы устраиваем вечер показов. То есть я, говорит, делаю подборку всех вестернов, и мы их все смотрим, короче. Или все японские фильмы. Бля, советую. Я так же начал делать. Причем это легко делать. Почему? Потому что на ютубе ты пишешь вестерн там, там, ну, пишешь вестерн там, каким-нибудь по тегам, и находятся целые плейлисты с этими фильмами. И вот, короче, я смотрел точно вестерны, почти всю подборку, и смотрел японские старые фильмы. Бля, японские старые фильмы. Там так красиво снято, пиздец, просто. Я прям вижу, как... Ну, Тарантино, короче, убить Билла, откуда все пиздил, поняли? Как там все грамотно сделано. Там цвета, как будто ВСК, короче, фильтры. Очень красиво. Да ну пиздец, блядь. Круто вообще. Но фильм не только... Советую, советую, посмотрите, старый японский фильм очень круто. На режиссеров, но и на целые страны. Его хорошо встретил... Ну, кто по кино шарит, там, пиздец, там, ракурсы, сцены, там, сюжеты идиотские, а в остальном все красиво, пиздец. Добавив в название слово доллар, чтобы зритель точно знал, фильм американский. Ну, а позже, уже от итальянского режиссера выйдет вестерн со схожим постером и долларом в названии. Грязная зеленая бумажка. Маркетинг вкупе с отличнейшим фильмом откроют не только Клинте Иствуда, Серджио Леона и Энио Моррикон, который также вдохновлялся Рио Браво, но и целый сабжанр спагетти-вестернов, который повлиял на кинематограф в целом и на многих режиссеров в час. Ну, тоже стиле... Вестерны тоже все стилевые, практически, там, очень смешные сюжеты, просто... Держи руки подальше от карманов. Ой. Да-да-да-да-да-да-да, я же говорил, там очень много. И вот, когда японские тоже фильмы смотришь, там такие же прям, ты видишь, отсылки в Таранциновских фильмах прям. Вот примерно такие же вещи я видел, да? К слову, не только голливудских. Да, блянь. Да и просто пополнил копилку с самыми лучшими фильмами за всю историю, которые, в свою очередь, вдохновят уже самых прокачанных людей за всю историю. И я был очень счастлив, потому что у меня был отличный директор, Да не, я же говорил, что мы сегодня лампово посидим, я думаю... Я думаю, с кайфом сейчас посмотрим. Ну ладно, давайте не будем обращать внимание на дешванье предыдущих фильмов и на то, что премьера самого нападения на Рио Браво была не особо помпезной. Красная дорожка фильма Рио Браво прошла сегодня. Ебай, на даче, блядь. Смотри, кому-то на даче стоят, блядь. У меня на даче круче, блядь, у родителей выглядит, ебай, стол хотя бы нормальный, деревянный. Нихуя себе, круто, блядь. Обстановка по кайфу, блядь. Кого, кого? Он на заднем дворе. Что на заднем дворе? Да, без спины. После этого случая все начали запирать ворота во двор. Ну а начинается фильм за пригоршню сгущенки с одинокой повозки и бандитов. Ха, смотрите, кто к нам колесок. Начало я видел, начало я видел. Я начал смотреть, но потом сдержался, чтобы обзор Бэткомизма посолить. Доброе утро. Мне интересно, что у этого отчаянного фермера в коробках? Это же Невский. Наверное, свои фильмы везет. Похоже, это денег стоит. Если стоит денег, тогда там точно не фильмы Невского. Тогда что? Что в коробке? Пожалуйста, не открывайте больше коробки. В коробке оказываются платья, а бандиты оказываются фанатами Горбатой горы. Мы заберем твою повозку и все твои вещи. Вы серьезно решили напасть на Александра Невского? Там Хесу с тапком похвастаться, сети реагируют. Да вы доебали все. Все, я капитулирую. Он молодец. У него круче тапки, блядь. О, мой бог! Бля, он будет эти губы делать свои? У него уже была хуйня, помните, когда старые обзоры? Он стреляет постоянно, он сделает вот так. Реально была такая привычка, типа, он снимается где-то, стреляет, и типа, когда крутой момент, всегда так делал. Стреляет, бля, охуенно. Но Невский хочет пройти с хорошими показателями чести, а поэтому... Ты должен помочь ему. И нападение на Рио Браво действительно можно считать экранизацией РДР, ведь в фильме есть загрузки. Нихуя реально, блядь. Александр Невский. Нападение на Рио Браво. Продюсер Александр Невский. После титров нас перебрасывают в местные пысленьи. Оно перекрыто забором и похоже на огороженный тематический пар, вход в который стоит 9 баксов с человека. В конце 19 века многие жили в таких местах. Оооо. Ну это уже хуйня, это копилка. Учитесь уровню оммажей. Даже бревна одинаковые по цвету подобрали. Вот этих отсылок мы и заслуживаем. Безэмоциональность главного героя по имени Иван Турчин будет раскрыта позднее. Ну а пока в город приезжают залетные, которые естественно останавливаются около нашего героя. Вы выглядите очень знакомо. Не знаю, я бы с кайфом на вестерне, ну вот в эти времена в Диком Западе пошел. Если бы меня там не пристрелили бы, я бы с кайфом вообще. Уверен? Не знаю, мне очень нравится. Ну вот эта атмосфера типа. Ты на меня похожа. Железная армия. Единственное, что там мылись люди раз в неделю нахуй. А так все равно заебись. Он посмотрел на меня и сказал, слушай, ты мне напоминаешь вот этого вот австрийского актера с непроизносимой фамилией такого здорового. Как же зовут-то его? Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер. Это правильный ответ. Давайте сразу определимся с сюжетом. Как в оригинальном Рио Браво и его последующих ремейках, так и в восхитительном ремейке от Карпентера, преступники во что бы то ни стало хотят забрать кого-то из лап закона. В фильме Невского целью номер один будет мега-бандит Кроули. Зачем привели этого зверя в наш город, Маршал? Я слышу про него. Серьезно, вы тупо... Ты бы зуб там так легко не вылечил. Ну там просто напивались, да, зуб выдирали, по-моему, похуя. Напечатали фото, обработанное под скетч карандашом. Настоящий рисунок. Ну, карандашом. Бля, реально же! Что про него? Серьезно, вы тупо напечатали фото, обработанное под скетч карандашом. Настоящий рисунок карандашом действительно так дорого стоит? Мы не имели, мы не имели, мы не имели дача. Мега-бандита Кроули, который любит оголять бицепсы и грудь, играет постоянный актер из труппы Невского, который у Невского постоянно играет мега-бандитов, которые любят оголять бицепсы и грудь. Как все, кто знает, меня зовут Маттиас Суз. Маттиас, почему ты просто не уйдешь? Слишком поздно. Я уже часть корабля. Часть команды. Кроули главарь свирепой банды, которая называет себя адские гунчи. Хотя по внешнему виду никакие они не адские. И это несмотря на то, что я люблю Зизи Топ. Но сюжет думает иначе. Они чудовища, не хотят вернуть своего лидера. Народ. Есть мелочь. Нашего полковника держат в той тюрьме. Бля, кто озвучку делал? Что это? Вашего полковника? Давайте собирайтесь. Они самая жестокая коллекция негодяев, которых можно представить. Бля, как это все странно выглядит. Посмотрите просто на эту хуйню. Посмотрите, как они ходят. Они самая жестокая коллекция негодяев, которых можно представить. Ебать, ну и негодяи, бля. Жестокие по отношению к чему? К бургерам из Макдональдса? К дешевые алкашки и чистым простыням? Подвал жилого дома на улице Кимеровской облюбовали бомжи. Они самая жестокая коллекция негодяев, которых можно представить. Это не гоблин, вы чего гораете? Так как поход банды постоянно прерывает отдышка, герои могут успеть зайти в местный салон, в котором Иван завсегдатый. Еда бесплатная, если закажете пиво. Вы присоединитесь к нам, сэр, если будете звать меня Иван. Иван Арманович, поклоннейше прошу пиво не предлагать. Заменим пиво гантелями. Жестокая коллекция негодяев. С понедельника. Опа. Это же из джентльменов сцены. С понедельника. Вот смотрите, у меня всякий мусор в голове спокойно держится. Вообще с легкостью, блядь. Ну вот, сука, что-то и нормальное запомнить я не могу. Сцена в салоне нужна, чтобы, во-первых, зритель понял, от Невского стоит ожидать не только экранизации сцены. Бля, кстати, да. Короче, Кшиштовский, Миша Кшиштовский, видеоблогер, который озвучку делает. Он же, помните, зафорсил года три назад, чтобы Невский сделал, купил права на экранизацию серьезного Сэма. Прикиньте, блядь, это же вообще, он говорит, идея, он все, у нее есть целый ролик, где он предложил всю эту хуйню, короче. Вот. И ты смотришь ролик, и тебя прям вдохновляет эта идея. Это очень круто, это пиздец как круто. Он говорит, даже если, типа, будет кринжово, в этом же и смысл, потому что серьезный Сэм сама по себе очень такая, кринжовая вся, и графика там кринжовая и так далее. И Невский согласился, прикиньте, он снял ролик, где он говорит, привет, Миша и его подписчики, я подумаю над этим, идея хорошая, и забил хуй. Пиздец, блядь. Сэма. Ну и Тим Фортерс 2. Ну а во-вторых, чтобы буквально погрузить зрителя в атмосферу далекого от нас, Дикого Запада. Как вам удалось схватить Кроули? Поймали Кроули голым в постели. Вы бы видели девку, с которой он был. Выглядела как задница сервятника. Слава богу, задницу не приземлили на этот унитаз во рту. И давайте сразу закончим про унитаза белых. Костюмы в фильме такие чистые, потому что если их загрязнить, обратно в магазин после съемок их не примут. Что за тяги такие бархатные. Ну и судя по всему, историческую консультацию фильму оказывал большой профессионал Владимир Мединский. А поэтому... Не жалуюсь. Но я бы хотел увидеть тебя здесь почаще. Спасибо, Арлин. Вы такой сильный, такой красивый. Мышцы как у Шварца. Вообще, лучше вас только вселенная. Ведь вы ее мистер. Спасибо, батя ковна. Герои возвращаются в участок, где стоят бандиты, переодевшиеся... Озвучка реально такая в фильме, но я хуй знает, как он скачал, видимо. ...хотят по стелсу вытащить Кроули. И это получилось бы, если бы не способность героя меткий глаз. Анаболики, это не путь к Шерценеггеру, не путь к Невскому. Это путь к больничной койке. Не проблема. Поедем вместе. Что произошло? Господи, Невский все еще разворачивается. Думаешь, легко? С такими-то габаритами. Я убью эту, сука, я клянусь. Блядь, ну сука, как охуенно, блядь. Цель, 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 цель. Давай, работай. Попал. У тебя друг ранен, а ты шварца из себя строишь? Револьвер не коротковат? На самом деле, меня в этой сцене удив... Мне больше вот что интересно. ...строишь? Револьвер не коротковат? Хули у него револьвер разряженный? Посмотрите, блядь. Там же нет патрон, видите, вон. Вон в барабан пустой, нихуя себе, круто, блядь. Ранен, а ты шварца из себя строишь? Револьвер не коротковат? На самом деле, меня в этой сцене удивил человек, который сначала получил пулю в голову, потом ответил... И получил еще одну в то же отверстие. Самое удивительное, что после такого он написал сценарий этого фильма. В котором, кстати, есть разрушение четвертой стены. Пристреви кровлю, если что-то попробует, ладно? Именно так и поступлю, Иван. Он посмотрел на меня! Поэтому рассказываю про всяких Дэдпулов и Спейсболс. Помните, что есть эти глаза и знайте, кто лучший в разрушении четвертой стены. Хоть и не специально. Если мои адские гонщики придут освободить меня, вы все станете кормом для стервятников. Shut your mouth. Чтоб просто камеру посорил. Shut your mouth. Раненого тащат в местную врачевальню, которую мы узнаем по исторически достоверной наклейке на деревяшке, у которой нисходятся щели. Он выживет. Он выживет. Ну а затем медсестра зашивает пулевую рану ниткой, пока хейтеры такие «Ууу, пулевые раны не зашивают, потому что инфекция!» Знаете что? Микрофон, передайте другому. В смысле, вы видели, что медсестра налила в стакан из Икеи? Боярышник форта Эвалар – надежный друг вашего сердца. Офигеть. Поэтому стоит ли удивляться, что герой уже готов к бою? Тем более биться он будет бок о бок с легендой, которую он внезапно вспомнил. Никогда не видел никого, кто бы так обращался с пистолетом. Я обращался без зарядов. Немного обучался, маршал. Чё сам? Немного? Водильное стрельбище. Водильное стрельбище. Кстати, эти мишени в полный человеческий рост. Просто Невский такой огромный, что мишени кажутся маленькими. Ну, он хорошо стреляет. Он реально хорошо стреляет. Это специальность, ну, как бы, надо уметь... Хотя он не на ходу, он прицеливаясь стоит. Они кажутся маленькими. Ну, в принципе, мне кажется, он нормальный стрельб. Генералы, армии Союза, Джона Бессила, Турчина. Хотя мишени вот такие, да? Ну, если так учитывать, мишени вот такие, нахуй. Вот такие, блядь. В принципе, в них не так сложно попасть, да? С такого-то расстояния. Да, ладно, наверное. Это, наверное, выглядит со стороны круто. Но по факту, мишени-то огромные, блядь, вон же. А расстояние в упор. Ну, да, 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 все, я выкупил. Такое огромное, что мишени кажутся маленькие. Турчина, это честь снова вас видеть, генерал. Ты был генералом? Да. И как вышло, что ты никому не сказал в городе. Невский вообще очень скромный парень. Не любят бравировать титулами. Никто не может сравниться с этим человеком в храбрости. Он спас наши шкуры дважды от армии конфедератов. Бричика Мауга. Правильно озвучка такая? Ну, я как понимаю, да, типа... Я как понимаю, что на русский никто не переозвучил, и просто какой-то чел, типа, сам перевел. Наверное, так. Ну, пират какой-то. Ты всегда был так хорош. Невский с такой... Ебать, перепели песни Джанго, слышите? Ты пройдешь всех известных вон, Всех великих вон, Потому что идешь ты на... Невский! Музыка. Камерный оркестр. Сонорус. Вокал. Радио тапок. Походка. Невский. Ха-ха-ха-ха. Когда-то Серджио Леоне оживил жанр вестерна своим новаторским подходом. Есть ли что-то подобное у нападения на Рио Браво? Определенно, да. Монтаж. Например, заканчивается диалог между персонажами, персонажи расходятся, и вдруг... Что он делает? Это он качается, типа? Это что за херня? Ха-ха-ха-ха-ха. Серьезно? Мы просто врезали в фильм сцену с качалкой, которая вообще ни с чем ни связана. Ты даже не качается. Уверен, эта фишка будет пользоваться популярностью. Пришлось кружиться и надеяться, что с тобой все в порядке. Бежим. Ты молодец. Ха-ха-ха-ха-ха. Бля, охуенно, сука, бля. Мы обсуждаем это уже три часа. Но почести воздают не только бодибилдингу, но и внезапно бардовским фестивалям. Я друзей не видал по полгода. Ах да, это же местная свирепая банда Который приходит От меня особо комментарием не ждите Будет больше как просмотр фильма Хорошо, ребят? Полковник, все еще в Блан-Чепел Какого черта произошло? Сначала все казалось нормальным Но был этот большой Немец или русский Потом что-то случилось И большой немец или русский просто обезумел Самый большой сукин сын, которого я хотел Когда-либо видела О, блядь Сальных размеров мразь Самая тренированная в мире гнида Убер-титулованный конч Банда конфедератов недовольна тем, что Операция по освобождению генерала Полностью провалилась Полностью А поэтому срывает свою злобу на пленном Расскажи в них Дай ему нашу Че, кстати, как дела? как обзор смотрится можем обсудить пока идет эта мега-битва на ножах ночи страшно левой ногой а правой ногой очень лодки и переступки с ноги на ногу ладно я пока в туалет схожу чё зря время терять ты мог воздуха чему залезы аватар не может быть ты соврал мне о том кого вы встретите кто этот огромный сукин сын тот русский или немец my name is alexander невский здоровый и он миссии юниорс три таймс миссер вселенная как шурсенеггер неужели в каждом фильме все персонажи говорят о его персонаж что он мега огромный накачанный красивый актер и продюсер стал советником тульского губернатора поддерживал губернатор арнольда шурсенеггер как шурсенеггер аналит форум пресс ассоциащий столист по public relations и это знают все мальчишки полный список титулов в описании к ролику а ты кто а администратор парков которыми снимают фильм к слову это один из немногих действительно запоминающихся актеров из фильма который к сожалению не может спасти местные практические эффекты сироп и сук то есть ему сказали можно мы у вас снимемся такой да но только при одном условии вы меня там снимите я всегда мечтал сняться до натуральных фруктов ягод тем не менее его действия вызывают панику в городе кровожадная банда адских гонщик они прибудут наш город освободить его хотите остаться чтобы вас убили клёвый халатик но я рекомендую покинуть город но вместо этого косплеера бегут в церковь чтобы в очередной раз выстирать и выгладить свои костюмы что такое проповедник скоро прибудут адские гонщики вы можете спрятаться вместе с людьми я не могу а кент а чьи он кент интерес дело в том что турчин купил на ебэй значок за 900 рублей а также я это все нашел ебать а это накладывает какие-никакие обязательства ты когда-нибудь был такой ситуации много раз если хочешь отдалить врага нужно все делать лучше поэтому у меня нет врагов ведь нет никого лучше меня потом турчин по памяти пытается пересказать руки бальбоа бюджет фирма пара сигар и стакан языке банди сложная задача а поэтому предлагает план проще почему бы мне не вернуться туда и не перерезать горло кроули на месте он заслужил чтобы его повесили поэтому его называют пешик когда джон байзелл турчин тебя ловят ты умираешь не от пули тебе повесят столько лапши на уши что ты умрешь от перелома шеи и куда же без пафосных сборов господи мы любим пафосные сборы дорого бля вот неинтересно они же у них же реально есть бюджет видно что ну когда его снимали не на хуйню не на мыльнице да почему картинка такая хуё почему нельзя это хотя надо в освещении дела все ваши да я понимаю что дерзкий бросок оружия напарнику это всегда круто но тут-то персонажи впритык друг к другу стоя что происходит вы что боялись раритетное ружье уронить потому что его стоимость больше бюджета фильма а чего вы так завелись боитесь шлацкие гонщики переубивают все городе воздух не тратить ведь у тебя еще два подхода подтягивания на тюремной решетке и планка над парашем знаете что это был бы фильтр добавить что да мне кажется просто интереснее можно это покрасить сто процентов вот эта сцена красиво видно прямо освещение хорошее но почему так хуёво я думаю скоро начнутся зверские убийства я сам не особо в цветокоррекции но мне кажется вон у бэткомедина смотрите какая картинка приятная красочная контрастный специалист по эффектам тот же что был в чем проблема на разборке в мане он снимает на ну на обычной зеркалке но не обычной конечно хорошие но не на кино камеру убийства действительно будут зверскими кстати важно знать первое персонаж которого играет невский реальная историческая личность точен was a hero of civil war but after the war сиди спирт второе фильмы невского все еще лучше фильмов минкульта и третье есть два типа люди хотя бы смешные это правой друг одни заряженными револьверами а другие которые копают слой заряжены блин так как все по сюжету по сути происходит внезапно внезапно происходит а это я внезапно вспомнил откуда я тебя знаю скандал мерзкий генерал в химках видал прикать турчины яными членами торговал прошло что выводит генерала из себя подожди тебе не нужно оружие нет у меня есть свое швабра можете не вам пистолет несмотря на то что турчин хотел жить обычной жизнью прошлое настигло его и теперь он вынужден вернуться его прозвали мускулистый мостик между россией и америка и он придется тобой у нас только оружие блин ну конечно он генералом был в армии а чему прям типа все генерал идите в подставку вот вам ящик оружия был же такой же прием в унайт шулера в кино никто который называется но там же он когда его прошлое настигает до или его прошлые привычки он достает там буквально ствол один к слову самоидиотской в этой сцене не количество револьверов которые турчин поодиночке вытаскивает самоидиотской это мешок из-под картошки в которой он их складывает главное невозмутимое лицо не помогает даже музыка из командос в кожаном белье и плаще ты преследуешь своего противника сейчас подождите с донатами я попозже послушаю невский всегда в форме ебать все мы знаем что кожаный костюм надет не просто так сняться такой картине с револьверами ну естественно почти терминаторской кожной куртки до прародительница я думаю курки которые она относил терминаторе для меня было как возвращением к мечте дай угадаю козлины мохнатка подносом это прародительница бородки шварца из фильма план побега лошадь это прародительница хорлея из терминатора а поза роженицы это прародительница сцены из Джуниора. Смотрите на эти оммажи и глубинные смыслы для меня как возвращение к мечте. Ну, конечно, вы уже догадались, что на самом деле это отсылка к бразильской гей-порно пародии на Джанго, где стрелок под музыку Энио Морикона вместо пулемета в гробе несет дилдосы. Здоровый. И именно таким кожаным костюмом герой наводил ужас на врага, прежде чем его кончить. Фануки, высекая дима, весь королю. Сняться в такой картине для меня было как Оно и понятно. Бля, надо бы посмотреть нахуй. Ведь все хотят составить конкуренцию Гачи Мучи. Почему бы тебе не снять эту кожаную хуйту? Я сниму это и мы уладим это прямо здесь. Хватит сделать. Если куда-то и отсылает этот костюм, то только на Амазон, где за 240 баксов продается полноценная реплика куртки Гектора из сериала Вест Ворлд. Дурак такой. Извините. Где ты это все взял? В детском магазине. Иван. Что ты скрываешь? Актерскую игру, мускулатуру, сценарный талант, талант режиссера. В общем, диалог муторный и долгий и не свойственен фильмам Невского. Дело в том, что обычно его персонажи ограничиваются характеристиками. I crush can of сгущенка. I heals people with a bottle outside and a vodka inside. See this man with literal lumi. Но не на этот раз, ведь... Мне всегда нравились классические фильмы Серджа Леоне, Кринда Иствуда. Особенно, конечно, непрощенный. И речь не только про визуальную схожесть. Если что, это не косяк монтажа. Это реально разные кадры из фильмов Иствуда и Невского. Ну, а кроме этого, Александр также пытается показать глубокого персонажа. Однажды я сказал, что я закрою свои глаза и ничего не увижу. Два часа. Должно быть, это было ужасно. Это был кошмар. Он говорит не про первый просмотр своего фильма. Речь про то, как генерал Турчин со своими солдатами захватил город. Местные попытались дать отпор, что вывело из себя генерала. Я утратил контроль. И мои солдаты разграбили город. Надо мной был суд, Норрад. И там я сказал, что вы не можете сражаться с рабовладельцами в мягких перчатках. Объект! Президент Линкольн узнал про меня и повысил. Если что, это не про Невского, это про персонажа Турчина. Можно перепутать, ведь у Невского есть фотография с Линкольном. Но это была война. Из-за президента США я стал генералом. Вот и все. Ты воправ. Ты просто пытался защитить своих людей. В безумное время. Я не уверен, Норрад. Я уверена. Поцелуйтесь. Такой отличной игры я не видела за всю свою жизнь. Абсолютно. Ганг Палет Рев Брау is my best movie if we talk about performance. Не соглашусь. Черная Роза все еще не досягает. Бля, охуя. Официальный обладатель премии Оскар в деревне Толбазы за лучшую мужскую роль. Держи, Серега. Блин. Че тут глаз попало? Просто. Бля, я тоже хочу в фильме Невского сняться. Ебать прям. Если бы меня Невский позвал сниматься в свой фильм, я специально прям. Я и так играть не умею, но я бы прям плохо играл. Прям вот. Да, я... Да. И получается... Вот так бы реплики сыграл. Был бы охуевающим. Принежать актерскую игру самого режиссера в этом фильме. Я знаю, как ты усердно работаешь. Как и ты. Такой трудоголик. Я такого не знаю больше. А Невский. Турчин по итогу принял свое прошлое. Что это за эмоции сейчас было? Я пояснил дамам, что тем необходимо сидеть в доме, пока он... И английский плохой был бы. Да, а то у меня такой идеальный английский. Hello, my name is Danilo. I'm from Kazin. You know this city? Где ты играть? You know? It's in Russia. Татарстан State, you know? Хорошего, плохого и нашего из Дикого Запада. Иван. Возвращайся живым. Блядь! Я не могу! Ну, окей. Что за чушь? Так, актер даже поиск отыграть не может. Или у бандитов из-за возраста и лишнего веса просто проблемы с вестибуляркой. Нет. Ебать. По этому холму секунду назад проходили бандиты. Что они не развернутся и не убьют Турчева? Ну, они уже прошли. Что, блядь, зря ходить туда-сюда? Ничего тебе, блядь, курьера или что, нахуй? У них дело есть, они ушли уже. Сказать проще, чем делать. Они самая жестокая коллекция негодяев, которых можно представить. Вот это удар. Дело жестко, а? Да, она жестко. Как он вообще внутри ее дома оказался? Бля, реально, сука. Зато теперь мы знаем, как попадают в труп у Невского. Вот так буду стримить и, знаете, типа... Невский просто сзади появляется. Что ты делаешь? Я же говорил. Посидим. Посмотрим кино. И я заплачу тебе. Тем не менее... А вот откуда этот мем в ТикТоке? Это из Бэтком виден? Да вы посмотрите. Ты думаешь, ты первый человек, кто направляет на меня ствол? Ну, раз он в этом фильме снялся, то как минимум второй. Бандиты отрицают женщин, насилуют мужиков и слизывают малиновое варенье с ножей. Но ты еще и вторгается в этот гачерай, и я восхищаюсь, как авторы художественными средствами подчеркивают, насколько Александр Невский огромный. Кстати, да, кстати, я хорошо подметил. Это правда. Чувствуешь? И ракурс снизу, смотрите. Типа его снизу вверх снимают. Вот видите, снизу вверх снимают, чтобы еще больше казался. Есть, есть, есть. Еще и это самое, да, да. Чувствуешь? О, я помню фильм классный еще. Это не тот фильм, где... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что тут у нас? Золотой состав своей игры? Wanna play? Let's play. Бля, как тут хорошо. Да вообще лампы посидим, мне нравится пока что. Ты че, Балутый, что ты там делаешь? Прескочаю. Вот так вот. Еще один подъем трупа на обидцах. В зал сегодня можно не ходить. Вы туда. Сукины деньги. Не могу больше это терпеть. Ну кого никуда держишься на голову? Эй, 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 стоп, стоп, стоп. Это он бандитам, а не фильму. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А куда этот мужик вообще целился и смотрит? А куда целился шериф? Если бы тебе не сказали, что пуля летит прямо, а просто дали пистолет... О-о-о, этот особо опасен. Вы знаете, кто это снимал, блядь? Вы знаете, это Тимур Бигбомбетов снимал. Вопрос как? Это вопрос что? Я вот серьезно, это Тимур Бигбомбетов. Что это, блядь? Самая жестокая коллега. Там еще это снимался, блядь. Снималось. Анжелина Джоли. Негодяев, которых можно представить. Но для них есть достойный противник. Женщина. Стой здесь. Я проверю дверь. Да-да-да, есть. Посмотрите, Востэд называется на английском. Особо опасен на русском. Там типа голливудское кино. По всем голливудским. Боевик по всем голливудским клише. Всякие сверхспособности. Но вообще, в то время, когда был пиздюк, и это вышло, было интересно. Да, там еще Хабенский снимается, короче. Дженнифер Лопес, короче. Очень много популярных людей. Вот. А оказывается, это все Тимур Бигбомбетов снял. Ну, я вообще не знал. Ну, вообще, прикольный такой боевичок. Типа, прикольный. Такой попкорновый, типа. Ну, ночной дозор намного лучше. Ночной дозор это вообще, бля, шедевр вообще. Я знаю очень много людей, которые его срут, но он очень красивый. Невероятно атмосферный, красивый. Может, сюжет немножко глуповатый. Я так заебись. Сюрприз. 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 Опа. Пиздец. Несмотря на то, что героини целились в окно, а незамеченным к двери нельзя подойти, ведь там забор. Это происходит несколько раз. Плюс в том, что теперь ты можешь всех бить подито. Не снимать, когда хочешь. Но он раньше, поняли, Тимур Бигбомбетов раньше очень стремился. За творчество он, типа, пиздец как топил. Это по нему видно было. По его кино старым. Вот тот же самый ночной дозор. Это примерно плюс-минус. Ночной дозор там, допустим, в 2004 вышел. А особо опасен в 2007-2008 году. Что-то такая хуйня. Вот, и он очень старался кино снимать. Типа, вот прям на максимум снимал. Я не скажу, что это шедевры, но это хорошее кино. Реально, хорошее кино. А потом он просто хуй забил, начал бабки зарабатывать. Ёлки снимать каждый год. Ну, такая хуйня. По сути, женщины... Ну, не гениальное кино. Ну, хорошее. Достаточно хорошее. В фильме для двух вещей. Либо говорить комплименты Невскому. Либо делать так, чтобы Невский смотрелся круто на их фоне. Ты, сухая. Здравствуйте. Меня зовут Александр Невский. Она, блядь, с дверью не справилась. Думаете, справится с пистолетом? Также в фильме есть драка с участием звезды видеосалонов, которого в свой фильм Невский затащил, ссылаясь на популярность актера в России. Особенно под Новый год. И зовут актера... Грюнер. Как? Я не понял смысле, кто? Дверь не концы. Ой, ты же его проткнешь вот так вот. Не играйте так. И пользуйся мой пример. Встаньте, так сказать, рядом. Реально, чё сложного встать, когда на тебя давят ножом? Почему до этого не додумались в других голливудских фильмах? Потому что только моё кино голливудское. Фанаты настоящего крепкого экшена в лучших традициях кобры. Вот так вот. Все останутся довольны. Вот так вот. Но больше всего мне нравится, насколько противники Турчина блин косые. Господи, ты убил безоружного. Просто левого чела. Реально, реально, да, 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 да. Хорошо, хорошо. Но Турчина, лучше не остановить. Он почувствовал вкус говёна нарисованной фейковой крови. Да, чё-то он губы не делает. Да, он же раньше стрелял вот так. А чё он сейчас губы эти не делает? Блядь, вообще. Без этого реально уже не то. Ай, блядь, принесите бутылку с лодкой, приложить на рану. И тут вы скажете, стоп, на посёлок напало 10 человек, а убито было 2. Как так? Я просто убил бандитов в 2 подхода по 10 раз. Но главные злодеи выживают и требуют отпустить Кроули, прикрываясь священником. Ай, блядь. Я не собираюсь, если вам нянь часают. Делайте, как я говорю, живо. Вы знаете, что будет. Выстрел в хуй. Это, конечно, не яйца Невского. Ну, тестикулы-то святые. И жертвовать ими грех, поэтому Кроули обменивают. Но в отличие от оригинального Рио Браво, обмен происходит какой-то странный. Ведь бандиты в обмен на священника получают и Кроули, и священника. Вам не кажется, что злодей вас напарил? Чё ты нахуй? В этом городе этот большой тупой. Немец или русский, или кто он там чё-то возьмёт? Он просто не умирает. Как-то как терминатор в Вайлд Уэст. Всех убил, кого я отправил. Он русский. И такой безумец, что дьявола с рогами сожрёт. Худ нам. Ноу-хау. Абсолютно. Агузок! Естественно, священника отправляют на встречу с богом, и жалко у Оскара нет номинации за лучшую смерть на экране. Ну а на убийство священника Бля, сейчас, одну секунду, я покажу Блядь Где-то было в турецком сериале Смерть, сейчас, смерть Турецкий Турецкого актера Бля, я не найду, что ли Ээээ А как мне на турецкий сериал Бля, там типа, короче, стрелили И он прям такой И он прям ходил так минут пять Блядь, как же А, индийский, точно, он, скорее всего, индийский А не турецкий Я думал он турок Индийский Актер Все равно найти не могу Блядь, да как он назывался, сука Во А нет Не, я помотал, не мог найти Сука, там так охуенно, бля Нашел, прикиньте Ебать, не повезло Сука, там так охуенно, бля Ой, бля Бля, хуенно Он такой вот пульковень, да, в него стрелять, если ему не нравится Сука, бля Сука, бля Бля, меня ж заебало Он еще так посмотрел, куда ложиться Сориться, посорил так вбок О marshall Опа Туда я падаю Нормально все Бля, охуительно, вообще Просто, бля Хууу Если бы невский вот такую отсылку стало Был б разъел Сжечь церковь с людьми не реагирует ни Шериф, ни Грюнер. ВОЛЮЕ! Все же слышат выстрелы, все видят, что они делают. Должна быть причина! Когда музыка доиграет, придет он. Опа! Уверен, ты не думал, что скончаешься вот так, не так ли ему делают? У них же второй есть пистолет. Хочешь стрелять, стреляй, а не болтай. Хотя с такой реакцией бандита герой мог успеть на том же месте. Пройти несколько раз RDR2, прокачав персонажа до уровня Турчина, провести и выиграть три конкурса «Мистер Дикий Запад», который зарегистрирован в Словакии, дожить до китайского шара над США, чтобы сбить его, и только после этого бандита против такой «Я все никак понять не могу, это что у тебя, ствол? Или ты просто рад меня видеть?» Ты прямо волчара, когда касается убийства. Витр имеет путь здоров, выкатывает ко двору. Если вы думаете, что Невский выезжает только на старых заслугах, подумайте еще раз, ведь он умудрился снять парную ходьбу. Чтобы научиться вот так вот слаженно ходить, потребовалось пять месяцев беспрерывных тренировок. «Walk in the park», как говорят наши голливудские коллеги. Не, как просто прогуляться в парке. Ну и на этом он не остановился. Понятно. «Сукааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа я уже закончится я решил ничего не покупать блять охранник в пятерочке же за пиздец блять просто куча народу ходят а я самый молодой в в этом самом магазине поэтому надо за мной ходить и вот так вот смотри да был умкин только мой стоят страны ковбой джордж здесь твоих солдат порвут на части хочешь русский учет мы дадим приказ русским ученым они немножко изменят гравитационное поле земли и вся твоя америка будет под водой джордж такой ли такая легенда ушла блять жириновский убьешь меня значит секрет бери курсом уж он убран навский невский возвращается чтобы снять сиквел к фильму снятому год назад унит ну а гудмой и вот can be better than western because western is the movie which everyone likes иван васильевич милоёвович вестерн мулович вич в общем турчину находят коня ему под стать и герои вместе с раненым зэком уезжают в сиквел что прошло час 10 обычно фильмы идут час 30 куда подевались двадцать минут знакомьтесь разводка нецкого а не тянут хронометраж просто концовкой 20 минут 20 минут концовки блять ради хронометриги и титры для того чтобы растянуть хронометраж фильме даже футажи повторяют просто показывают с разной цветокоррекцией ама он а хуя а майон но у каких только вестернов не было вестерны снимали в америке в италии в разных республиках советского союза во франции австралии германии украине японии даже в 90-е россия умудрялась снимать помолить в общем ничего помешать молитве не может а сатане все это звери это не люди вестерны были про разное долг мести справедливость геноцид кинематограф путешествие во времени какой же фильм шикарный я вот недавно я постоянно пересмарю назад будущее это вообще одно из одно из лучших кино вообще которые есть в принципе революция все три части все три части такие великолепные шельцы наркотики расизм до того как это стало мы каждый раз смотрю каждый раз какие-то мелочи нахожу какие-то эти еще я вижу как они там ну короче прям мелочи мелочи там все кино настолько проработать бля великого шуток великое кино осуждаю блять невероятно осуждение максимально это название кино какого-то ребята это максимой блять невероятно осуждение ты хуйню что стало добро но они никогда не были про невского почему вдруг вестерн шварц выиграл золотой глобус невский голосует за золотой глобус шварц снялся с легендой голливуда невский снялся со звездой видеосалонов если это значит что он идет по стопам шварца следовательно невский снял фильм я снял обзор на его фильм у невского есть подписанная фотография шварца а у меня есть подписанная фото ванна из гачи мучи твою мать я иду по стопам невского ебать к слову вестерн с арни один из самых говенных фильмов что я видел вполне справедливо считающийся жутким провалом фильм невского в разы смешнее той комедии со шварценеггером удивительная способность везде приплетать арни даже когда этого не нужно дорогой я сегодня ты будешь созваниваться с моим отцом а он тоже бодибилдер поэтому давай без твоих рассказов про арни ладно абсолютно точно и основная шутка того видео в том что героини хочет секса также как невский хочет шварца стать шварцем героини вовсю торгуют грудями но арни никак не может понять что же от него хотят что будешь делать нужно собрать хворост для костра чисто я после такого ты узнаешь что невский с его нападением на Рио Браво действительно бог комедии я тоже нихуя не когда мне намекают я нихуя не понимаю вообще от слова совсем ну иногда проблема в том что невский не задумывал это как комедию а вот с боевиками и серьезными фильмами Рио Браво сравнивать сложно к тому же многие авторы доказали что для создания достойного вестерна не обязательны многомиллионные бюджеты или убер известные актеры нужен талант и хороший сценарий что время как невский доказал что ему вообще ни хера не нужно ни сценария ни актеров ни эффектов ни операторской работы нужен лишь сам невский и много экшена с ним и такое кино легко возглавит список величайших фильмов в истории человечества на какое-то время ведь потом этот фильм оттуда уберут и мы знаем почему ненависть зависть ну посмотрите на меня смотри охереть ковбори руки на стол но все эти хейтерские проделки не остановят невский экспресс который на всех парах мчится к полноценной трилогии не забудьте это была лишь первая часть трилогии аааа нихуя ждем расход с бомжами на старом ранчо пельмени Иван вернется в фильме затерянные в Рио Браво чтобы наконец до ответить вестернам Леона и боевикам девяностых и этот ответ на риторический вопрос снесет и долларовую трилогию и боевики Шварценеггера ведь съемочная группа включает в себя одних из лучших голливудских экшен киноделов возвращающих на экран таких стрелков которые могут заставить и Шварценеггера бежать за оружием он street охуена, блять, как я это ожидал, крутая пиздец бля, пускай александр невский не слушает если александр невский если вы меня вдруг смотрите не слушайте этих хэйтеров Не слушайте этих бэткомедианов Да, вот этих обзоров Не смотрите, продолжайте то, что вы делаете Это просто охуительно Это же надо, да, судьба распорядилась так Чтобы нам она его подарила Это пиздец, бля Бля, вообще кайфует, очень круто Не скиппл среди всех людей, да Но это охуенно, это пиздец, круто Так, чё там по донатам? Я, в принципе, не устал, можно ещё чё-то глянуть